К концу первой сцены они уже ненавидят друг друга, но расстаться не могут под приговором сюда. Квартира континера. Грохот поезда. Из плеера, стоящего на подоконнике, громко звучат песни «Это время будет бал». У открытого окна в инвалидном вес, лицом у двери, сидит континер. В дверях с пакетами в руках стоит Миша Суоцин. Она поможет. Континер, нравится? Миша Суоцин – нет. Континер, я специально включил. К вашему приходу. У каждого возраста свое удовольствие, мистер Континер. Проходит на кухню, ставит пакет. Песня звучит еще какое-то время, потом Континер выключает плей. Миша Суоцин – как вы себя чувствуете? Континер – отлично. Миша Суоцин – фира давно заходила. Не ваше дело. Конечно, не мое, просто она не закрывает холодильник. Бокалейная башка. Миша Суоцин – кстати, ее построили? Глядя – нет. Фира сама кого хочешь построить? Да я, как бы не стараюсь. А давай, какого-то, амуро. Вам-то что? Так интересно. Построили. И что помогло? Очень даже помогло. Мое поздравление. Что вы смеетесь? Вот что вы нашли смешанного? Тут искать не надо, мистер Континер. Сидите возле чужого океана, на чужой шее, и крутите целыми днями советские песни. Крейзи. Не ваше дело, что я тут кручу. И не смейте смеяться. Что вы вообще понимаете? Про вас все. Вы ничего не понимаете. Вы ничего не знаете. У вас нет родины. Стюбер. Что? Дурак. А, обиделась. А не надо на меня обижаться. Я старый человек. Я говорю правду. Правду? Да, вы тут все лицемерные. Нахапали денег, устроили бордель. Всем указывайте, как жить. Кто вам указывает? Какой бордель? Настоящий бордель. Навезли негров. Это называется афроамериканцы. Мистер Континер. Это они в телевизоре афроамериканцы. А так вот обычные негры. Я всю жизнь бороться за их свободу. Они тут ездят на лимузинах. Винут себя на ногу. Ни одного слова непонятно вообще. Где они ездят на браке? Еще не хватало, чтобы они сюда суровы. Слушайте, мистер Континер, вы просто чудовище. Тот был болван, всех разбомбил. Выбрали другого, снова гордятся. И с каждой быки торчили по флангу. Америка, Америка. Да кто вас сюда звал? Сидели у себя в жмеренке. Сама ты жмеренка. Несколько секунд они кричат друг на друга одновременно. И это просто поразитный халст. Там была великая держава. Ах, великая. А здесь царство долг. Так долго. Мы верили в другое. Вы клали свою жизнь. То, что вы положили свою жизнь на правильный мир. Вы ничего не понимаете. Они все испортили, эти дураки. Это была грандиозная идея. Мистер Континер, меня приговорили к уборке вашей квартиры, но я не обязан слушать эту коммунистическую пропаганду. Сама ты пропаганда, соплячка. Мы победили Гитлера. Все. Все. Ни слова больше. А, мне нечего возразить. Кто-то. Пошли, самонадеянные, глупые старики. Хамская, безродная космополитка. Ну, и кто победил Гитлера? Говорят, мы. Все-таки вы очень смешно. Ничего смешного. Очень смешно. Ну, правда, очень. Понабивали нам в голову всякие ерунды. Уже век прошел. Жизнь поменялась. Все другое. Время, континент. А вы все повторяете, как... Вы хотели сказать, как попугай. Ну, я же не сказал. Хотели. Вместе хотели. Правда, мы слишком разные люди. Мы только будем раздражать друг друга. Давайте сделаем вид, что нас тут нет. Я есть. Файл, я есть, но отдельно от вас. Ладно? Две функции. Вы смотрите в окно. Ну, я выбираю квартиру. Что я там не видел в окне. Это меня не касается. Не касается. Вы бы тут посидели с моим. В наступившей паузе по истакане с грохотом проходит в метро. Вместе с отцом. Да, я бы, пожалуй, спятил. Годи, нет, так я не спятил. Хотите сок? Апельсиновый? Да. Свежий? С мякотью? Сверху с мякотью? Не хочу. Вместе с отцом наливает сок, ставит на подоконник. Очень вкусный и прохладный. Жуткая духота. И тряной кондиционер. Лия мечтала купить нормальный кондиционер. И человеческие шторы вместо этих железя. Оказалось, чтобы поменять этот короб, надо добыть разрешение. Этот долг за квартиру, они присылают какие-то бумаги. Вечесоте. Да, бюрократия тут. И вид из окна, конечно. Вид из окна, я уже однажды поменял. У меня окна выходили. На улицу поле Лафарга. Кто это? Я знаю. Теперь какая разница? Теперь вот. Магазин Second Hand Lux. Метро по голове. Шурма в носа же путинский уш. Вы в Америке 20 лет? Как одна копеечка. Можете себе представить? Могу я тут гораздо дольше. Что вы сравниваете? Вас привезли сюда жить. А меня умирать. А я все никак. Даже вы не помогли с вашим бешеным трагулетом. Я тормозила. Честное слово. Черт, зачем я вообще поехала в этот день? Я тоже задавал себе этот вопрос. И глава вышла вовремя. Этот трафик у моста вырвалась, нажала на газ. Как тура? Какая была скорость? В полиции сказали 50 миль. По-русски можно. 80 километров. Эти цифры стоило написать на моей могильной плите. Я тормозил и сигналил. Мы шли прямо под колеса на красный сверх. Шли и смотрели туда. Я увидел женщину. На той стороне улицы. Она была похожа на Лию в молодости. Только ее зачем-то покрасили фиолетовый цвет. И прокололи ноздри. Это была реклама помады. Она была красивая. Лия. Очень. В 49-м году не прокалывали ноздри. Их только иногда рвали. Это Лицкер во всем виноват. Кто? Все, Малибский. Из отдела стандартизации. Мы с ним работали на одном заводе с переводом. Торчил на одной набережной. Проил мне плешь с этим ковбоем. Каким ковбоем? Голым. Он сказал, вот ты тут сидишь, а что здесь проходит мимо? Посреди Манхэттена стоит голый ковбой в одной шляпе. Ты обязан это увидеть. Стоит голый, играет в инитаре. Правда, правда, стоял. Много лет на таймсквете. Но зачем? Я не знаю. Нет. Я спрашиваю, зачем мне было на это смотреть? Мало, я видел идиотов в шляпе. Он мне говорит, ты удивишься. Тоже идиот. А вот этими глазами я видел Маленкова-Скагановича. Я видел пятилетку в четыре года. Что еще меня может удивить? Ну, главный идиот я, потому что я все-таки поперся на ваш Манхэттен. В первый раз, что я по вашему декану? В первый раз. Во второй раз меня по нему специально привезли, когда мы ехали за рапорт аттракционом. Папа, смотри, вот она Америка. Человеку тридцать лет, а лицо такое, будто ему дали петушка на палочке. А ваш сын, он работает в синагоге. Ходит нечесанно и все время разговаривает с Богом. Наверное, это очень важный разговор. Он почти не отвлекался от него, даже когда умирала его мать. Я не успел понять, когда это с ним случилось. Был обычный поц. Поц? Но это значит юноша. Обычный советский юноша. Девушки строят ряд комитета курсомолоков. А потом у них наступила свобода, и этот шлемаз сошел с катушкой. Шлемаз? Это не переводится. Шлемаз – это шлемаз. Он, видите ли, ощутил себя евреем. Но тогда ему надо было ехать в Израиль. Так он и ехал в Израиль. Но в Вене он ощутил себя умным евреем. И уехал сюда. Через год приехали мы. Лия хотела быть рядом. Рядом мы будем на кладбище, если только он вспомнит, где нас закопал. Он приезжал раз в неделю и сидел со скучным лицом. Ровно час по часам. И слава богу, что только на час, потому что я не выдерживал, он начинал кричать. Лия плакала. Маша рукой отворачивается. Миссисоцин – давно вы один? Осенью два года. Шестого октября. Простите, а внуки? Он родил тут троих от какой-то местной евреи. Она ходит в платке, дети в кипе. Говорят по-английски. Никакого отношения ко мне это не имеет. Я для них, как марсианин. Мы все друг для друга, как марсианин. Суп будете? Какой суп? Вкусный. Буду. Не смогли меня задавить. Теперь порвите.